Прозрачным утром На мокрых крышах О чем соседи в доме говорят Никто и никогда не услышит Открыты двери, уютней стало Заходи на чай Мы будем вместе листать сначала Старый календарь О дни большого города горят Антенны шепчутся на мокрых крышах О чем соседи в доме говорят Никто и никогда не услышит Сразу видно, бывшая балерина Привыкли на диете сидеть Ну, сейчас уже можно было и расслабиться Уже как сто лет не в строю Ну, во-первых, бывших балерин не бывает А потом, почему вы решили, что я на диете Знаете, правильное питание – это образ жизни А что, вот этим можно будет наесться, да? Порции-то как котенку А человеку с утра больше и не нужно Вы же себе только желудки растягиваете Ты засоряете их вот этими вашими шкварками из сала Кстати, ну, вы бы хоть окно открыли Ну, невозможно же просто, угореть можно А кому это мешает запах сала? Мой дед боч и сало ел всю жизнь И дожил почти до ста лет Это самая здоровая пища сала Горим, что ли? Доброе утро Доброе Как спалось на новом месте? Хорошо, спасибо А вы ничего не слышали, а? Вас стук не мешал в соседней комнате ночью? Да нет, там, по-моему, вообще никто не ночевал, а что? Вот именно Там непонятные вещи творятся Нехорошая комната Завелась там какая-то нечисть В смысле? Барабашка, что-то непонятного Шумит, стучит, ухает Спать невозможно, страх да и только Ухает? Да Да глупости какие Это вы, наверное, всех новеньких так разыгрываете Я не верю во все это Неиспугливых Так что простите Бурной реакции не будет Передайте своим привидениям Это что? Я похожа на шутницу, да? А? Ну хорошо Поживете И увидите сами Да что вы такое говорите Ну что глупости Человек о нас черт знает что подумать может Ну, кстати, ну никто, кроме вас Этих стуков не слышит Только вы одна отвердите Барабашка, барабашка Смешно ей Бог Не, ну ты только посмотри, а Тимур Тимур Мам Господи, ну что ты его там пилишь с самого утра Иди, иди, иди Посмотри только на это Мам, ну что за показательные выступления в такую рань Ну что тебе еще немного дай поспать Да тебе уже в институт собираться надо Да я только люк, ну Вот именно, потому что всю ночь на этом дурацком сайте знакомств просидел, а? Ну почему дурацком? Потому что за категоричность такая А потому Потому что, во-первых, я считаю, что эти сайты действительно расстревают молодежь А во-вторых, ну я понимаю, когда там за девушкой ухаживают Цветы ей дарят, добиваются А эти, ну, сразу друг другу в койку резут Я вообще не понимаю, что хорошего там может быть Кого ты себе там найдешь? Мама уже нашел О, вот век скоростей И скоростных отношений Скоро они детей будут не девять месяцев вынашивать, а по экспресс-методу Ну ты хоть фотографии покажи, интересно же Да уж, давай уж, покажи А то я как и первой девушки не увидела, так я чувствую и эту тоже не увижу Ну, вот смотри Какая она классная Ммм, ну хоть вкус у тебя хороший, порадовал Ну не знаю, сынок, ну что-то я в это вообще во все не очень-то верю Ну сам посмотри, ну вот зачем, зачем ей с такой внешностью этот дурацкий сайф? Ну мне кажется, что у такой девушки и в жизни от поклонников отбоя нет Ну с этим я быстро разберусь Ох, как ты резко ставишь вопрос Подожди, еще неизвестно, как она отнесется к такому повороту Мы за ночь друг друга очень хорошо узнали Ну, представляю Она меня с полуслова понимает Не зря же мы всю ночь переписывались Она просто супер, на мир смотрит так же, как и я И вообще, у нас сегодня с ней свидание Здорово, кинозвезда Прикалываешься? Автограф дашь Автограф? Ну Хочешь, могу на лбу распусти Ну столько пасты из-за тебя извел Ну извини, я там губной помады просто хотел Ленка тоже зазвездилась А че По-твоему, я зазвездился? Вот это извини, Рус Я о своем Просто она меня вчера так отшила ювелирно Говорит у меня там кино, карьера, времени нет теперь на любовные приключения Пойми Да, не шумел я Тебя затмить Да ладно тебе, Макс Ну Дура она, раз так говорит Вообще Прости меня А ты че это извиняешься? Ты че, друг? А тебе сейчас ударил Это по-мужски Это просто нам кажется всегда, что мы выбираем На самом деле женщины выбираются Так оно и есть А ты как думаешь Майя кого выбрала? Пока о ерунде тут с вами спорила, кофе остыл совершенно Да, да не ерунда это вовсе Максим даже может подтвердить Он тоже слышал Нехорошие квартиры у нас Нехорошие Напрасно мы сюда переехали Думаете, если был бы выбор, стала я здесь ютиться? А, ну конечно, конечно Да оставьте вы человека в покое Да что, я трогаю ее, что ли? А, кстати, а как ваш племянничек-то? Привез свои документы, а? А, ну конечно Что ему теперь на него оформлено Завещание Волноваться ему не надо А паску-то придумал, наверное, какую-нибудь, да? Олег уехал на север за документами А Вот он привезет их И вы, наконец, убедитесь Что он мой родственник Хотя я ему и так верю Ой, родственничек Мошенник он А не родственник Да Ты меня, конечно, удивляешь, Руслан Можешь не продолжать Я и так все понял Она замужем Переехала на квартиру на другую Это главное доказательство Скоро едет в другую страну И ты ей вообще будешь не нужен Забудет, как тебя звали А ты все мечтаешь Чего ты не понимаешь, Макс? По-моему, все очевидно Она приходила Не понял, сюда, к тебе? Да Просто, чтобы меня увидеть Она сама так сказала Ужжет девка, а Ни себе, ни людям А Игорь, получается, лошара, да? И как далеко зашло у вас все? Никак В нашем положении Вообще, я так не хочу Она тоже Рус, она между вами так годами метаться может А скоро все усугубится рождением ребенка Ты бы завязывала все это Ушла с катертью дорогу И вообще, Рус, не позволяй собой манипулировать? Фу, бесстыжие Прям на людях зажимаются Это ж надо Мама, у тебя не было сегодня никаких дел? Да куда-то Были, не в проворот Прям не представляю, как все успею А что ты со мной тогда пошла? А чтоб тебе не скучно было Да мне не бывает скучно Самой собой, ну что, есть о чем подумать Думать в твоем положении Вредно Классно А дышать мне можно? Не цепляйся Сама знаешь, о чем я Ты о Руслане, что ли? Я о нем даже не вспоминаю Не вспоминаешь? Ну и славненько А скажи, Май Ты где вчера так долго гуляла? Здесь Где, мам? Я еще могла гулять Здесь я и гуляла Вот здесь, да? Полдня Да, здесь Но все-таки ты куда-то здесь заходила? Да куда я заходила? Здесь Здесь и гуляла Ну и хорошо Отлично Да, все-все-все Ну и будем здесь гулять Если тебе нравится, будем здесь гулять Идем, хорошо Пойдем Пойдем У меня от этого парка уже тошнит Фу До сих пор зажимаюсь Пойдем Оттошла А ты куда собираешься? А завтрак? Мам, на работу У меня же сегодня первый день в кафе Я же тебе говорила А, ну да, ну да Нет, работа, работай Но помни, для тебя сейчас главное Это поступление Мам, я помню Ты мне это уже месяц говоришь Учти, сама не запишешься на курсы Я тебя лично за ручку отведу Запишусь Обязательно Узнай Что там нужно Какие документы Сколько стоит Расписание Я не понимаю, почему ты с таким кислым выражением лица Все время об этом говоришь Ну потому что ты сама за меня все решила А ты, можно подумать, для себя чего-то другого хотела Я вообще у тебя не вижу никаких рвений Мне время нужно Угу Вот так вот И проворонишь свой шанс пробиться Будешь сидеть Ждать чего-то под нос своей таскать Знаешь что Вот сама не можешь Я за тебя все решу Родители, в конце концов, для этого и нужны Поверь моему богатому опыту Торгово-промышленное сейчас это то, что нужно Ну а как там у тебя первый день на новой кухне? Эти две Мелетина и Леонора Доспорились до чертиков Они говорят, что здесь какое-то привидение живет Ну клево Нам повезло В Лондоне, между прочим, за замок с привидениями Двое подороже взяли А мы, считай, по дешевке Осторожно Пора Доброе утро Доброе утро Андрей Петрович, вы, к счастью, пунктуальны Вы у нас на этой неделе за главного Поэтому я вам оставляю ключи Если что, звоните Я всегда на телефоне Вас, кстати, Владимир не предупредил? О чем? Нет, он мне ничего не говорил А где он сам? Ну понятно Владимир у нас переграбился Пришло всего в отпуск отправить Буквально вчера купили горящие путевки И самолет еле успел Я тоже ему хотел сказать Просто устал человек Так ведь до деревного срыва недалеко Да, вам теперь придется сложнее Но сроки поджимают Володя говорил, мы успеваем Я вас и так прикрывала, как могла Ну что ж Придется здесь теперь перерабатывать Буквально ночевать придется Ну Иначе у нас с вами будут большие проблемы Ну да, госзаказ, я все понимаю Вы все правильно понимаете Ну что ж Не буду вас больше отвлекать Работайте Мельтин Петровна Ой, господи Боже мой, напугалась-то как Мельтин Петровна Я сама себя сегодня испугалась в зеркале Когда увидела Всю ночь не спала Мельтин Петровна Вы что думаете Теперь же что, все потеряно, да? Ой, так глупо все получилось Но не надо было нам Заводить об этом разговор Не вовремя А мне самой думаете, не стыдно? Я как вспомню У меня слезы наворачиваются Еще с Колиной женой На лестнице столкнулась Она знаете, как на меня зашипела Когда увидела Да рано ей торжествовать Еще не все потеряно Да, вы так думаете А мне кажется, что уже все бессмысленно Да что ж такое Что мне все время приходится тебя уговаривать А кому Колику нужен? Ну, мне Ну, так и что? И не отступай от него Он тебя в дверь, а ты в окно Поняла? Он вспыльчивый Но отходчивый Да? А я таким бы еще никогда в жизни не видела Ну что, он тряпок что ли? Нет, конечно Он уже постыл Все Ты отпросись пораньше с работы И прямо к нему Пока жена на дежурстве Ну уж не знаю, как ты будешь выкручиваться Но это твой шанс Поняла? Поняла Ё-моё Вот это цветник А? Ладно, дядя Степ Меня только это интересует А-а-а Ага Слушай, ну хороша, хороша А это что, это подруги что ли? Ну, это остальные просто Те, кто хотят познакомиться Фотками меня забросали Разгрести не могу Ну, ты еще б Ты мужик-то, видно? Да ладно Так что-то я не пойму, а что ты превратился из практика в теоретику? Ну что, красавица, а толку-то ее, пошупать-то ее. Нельзя же, нафиг тебе это виртуальное знакомство. Скоро оно перестанет быть виртуальным, дядя Степа. Я снова перейду к практике. У меня сегодня с ней свидание. Да ты что. Ну-ка покажи поближе. Оп. А? Обалдеть. Можно, Оленька? Да, конечно. Ох, какой у нас аппетит замечательный, а? Сашуль, тебе сколько скоро не поднять будет, а? Кушай, кушай, солнышко. Нет, наверстываю упущенное. Да он у меня все время такой голодный. Вроде час назад я его кашей накормила, навернул такую вот тарелку и опять попросил есть. Жуй, как следует, не спеши. Оленька, как ты собираешься дальше справляться-то? Прокормлю как-нибудь. Еда-то не главное. Тебе столько сделать предстоит сейчас. А не дай бог заболеет, что тогда? В поликлинику. Ну в поликлинику надо сначала на учет встать. А для этого регистрация нужна постоянная. А, да, у меня же нет. Ну, в первую очередь этим займись. Пойди к нотариусу, подай на наследство и сразу прописывайся. И ребенка прописывай. Как я с ним пойду-то? Я и не знаю даже куда идти. Ну, тетеха-то, Ольга, ну три года живешь. Ни прописки, ни регистрации, ни полиса медицинского. Ну, что ж так? Да Леня всегда говорила, что если я заболею, так пойдем вплатно. Не хотел морочиться с этими бумажками. А теперь необходимо. Теперь ребенок у тебя. Знаешь, такими вещами не шутит. Вкусно? Эй, Тимка. Староват я для таких знакомств. Ну, кто еще на меня поведется? Мне бы на этот сайт лет пятнадцать тому назад быть, да все бы девки моими были бы. Так, дядь Степ, ты давай смотри, кому за... Сейчас, сейчас, смотри. О! Значит, 70-летний мужчина в полном расцвете сил ищет симпатичную с хорошей фигурой женщину для интимных встреч. Оп! Фото обязательно. Кому за тридцать пять, прошу, не беспокойтесь. Это вот, этот пень, ему интимные встречи и фото подавали. И вот что, ведутся на это? Дядь Степ, старики во всем мире продвинутые стали. Внучкам письма пишут, романы в интернете крутят. Ну, я это понимаю, ну, чтобы вот этот пень, ты с молодухой... Дядь Степ, ты глаза разуй. Сейчас красотки ходят со старичками под ручку. И непонятно, то ли это дедушка, то ли это любовник. Да, блин. Живут люди. То. Здравствуй, Коля. Мамы нет. Я не к ней, я к тебе. Что тебе от меня нужно? Ты все не так понял, я... Что ж такая навязчивая? Что ж такая нахальная? Я... Думаешь, я не знаю такого типа женщин? Их же хоть, блин, хоть последними словами называй. Они все равно липнут. И вообще, куда вы свою гордость деваете? Ты ошибаешься, я... Ладно, вот только не надо сейчас строить из себя оскорбленную невинность. Мне ваши с мамашей игры уже вот здесь. А я не хотела... Я не... Я... Пожалуйста, еще одно. Не позорь меня перед соседями. Думаешь, они дураки? Думаешь, они идиоты ничего не видят? И так на меня постоянно уже косо смотрят. Все. Подожди. Подожди, подожди. Зачем ты так? Я же не ничего. Я просто прощения пришла попросить. Слушай, мне совсем неинтересно с тобой разговаривать. И, пожалуйста, сделай так, чтобы я тебя больше не видел. Хорошо? Я... Пожалуйста. Коль, я... Ай, мама. Ай, мама. Ай... Ой, Николай, здрасте. Оль, здрасте. Что это вы тут рассыпали? Да яблоки рассыпали. У вас есть еще пакеты фасовочные? Возьмите сами. Я тут одна разрываюсь. А давайте все ко мне в корзинку поставим. А на кассе разберемся. Ой, давайте. Я вам заодно корзинку помогу донести. Вы меня просто выручили. А то я думала, надорвусь прям. Гулять не хочешь? Ну, ладно. Может, уговорю. Нет, ну вот как дай мне этим заниматься всем. И вот то покормить, то спать уложить, то на горшок посадить, то сходить погулять, то не от дома-то не отойти. Ну, а ты как дома? Конечно, мамой нелегко быть. Ну, ты мне вот что скажи. Ты собираешься его официально усыновлять? Или возвращать, думаешь? Возвращать? Да вы что? Я вообще не понимаю, как он там выжил-то в этих условиях. Значит, усыновлять, правильно? А его мать, возможно, не лишена родительских прав. Я думаю, что не лишена. До него же никому не было дела. Никому и в голову не приходило посмотреть, в каких условиях он живет на этих матрацах с этой алкоголичкой. Значит, надо писать заявление в соцзащитную. Чтобы комиссию оттуда прислали, вот по месту жительства его бабки. И чтобы она зафиксировала все, чтобы документ был о том, что ребенку в этих условиях жить невозможно. Что это просто опасно для его здоровья. Понимаешь? А этим тоже я, что-то, должна заниматься? Оля. Вы меня уж совсем запугались, запутали этими бумажками. Как мне тебе объяснить? Сашу, иди пока в коридоре машинку покатай. А мама сейчас выйдет. Ольпа, слушай, что я тебе скажу. Мамаши, которые вот так бросают детей, они, как правило, появляются совершенно неожиданно. А если вдруг, ну вот кто-нибудь хватится, что нет ребенка и в розыск подаст, а у тебя документов никаких на него нет, тебе же придется вернуть его. Ты представляешь, какая травма это для него? Вернуть? Конечно. Этого не будет, наконец. Значит, иди к юристу, узнавай, какие нужно собирать документы и делай все это как можно скорее. Ну это же тебе не котенка с улицы принести, Оль. А сейчас получается, что ты его просто-напросто украла. О, соседи дорогие. Привет, привет, Степ. О, давайте. Здрасте. Здрасте. Впервые я тебя вижу с веником в руке. Что случилось? А что я? Не человек, что ли? Должен в грязи жить. Избегай хаоса в клозетах, чище будет в башке. Просто мозг какой-то. Степ, а что ты убирать-то решил? Да я, конечно, я бы когда диван-то свой доламывал, ну, весь пол засыпал опилками. Ну, ты хочу, понимаешь, прибраться. Зря ты диван ловал. Хороший диван можно было подлатать. Э, нет. Я на это пойдить не могу. Это все полумера. Ты знаешь, мне либо все, либо ничего. Я перфекционист. Впервые слышу, что бы вот так об обычной уборке. Да, Степан у нас вообще человек необычный. И у него все не как у людей. Такой у него, знаете, образ жизни. Да, я это поняла. Ой-ой, спасибо! 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 Ты убегаешь уже? Да, я вот заслушалась тебя, даже забыла, что тороплюсь. Мне нравится твоя музыка. У тебя такой образ романтического хулигана. Приятно. Слушай, я вот думаю, может мне какой-нибудь кипончик посмотреть? Ну, как ты развиваешь сценический образ, поможешь мне? Нет, я думаю, у тебя и так хорошо. Нет, мне надо что-то менять. Макс, а почему ты не спел мою любимую? Завтра обещай исправиться. Я исправлюсь. Сейчас, две секундочки я договорю. Ладно? Спасибо. Ну, ты же художник, ты же должна понимать. Ну, понимаешь, стиль как-то менять. Надо что-то, ну, изюм какой-то добавить, да? Ой, художница-официантка. Интересно у вас тут. Ладно, будете мозг занять, а то я, конечно, чумею тут к концу вечера с подносами. Слушай, пять минут, подожди меня, мы сейчас вместе домой пойдем, ладно? О, вы что, вместе живете? Да. Да. Да-да. Извините. Я на минуточку. Да, проходите. Просто здесь, кроме вас, я пока еще ни с кем не сошлась. А я хотела про эту пустую комнату расспросить. Ну, не знаю, ну, комната как комната. Мама утверждает, что с барабашкой. О, да, это я уже слышала. Дрожу прям. Да, у нас мама с богатым воображением. Да. Ну, странно, что она закрыта стоит. А что там, может, клад спрятан? Здесь бы никому не помешала такая лишняя комната, а то люди ютятся на трех метрах. Нет, в этой комнате, в принципе, есть хозяин. Мужчина, он по наследству и получил, но живет за границей. Да? Вот так. Надо же. У вас тут, как я посмотрю, один сосед чутьнее другого. Да, ну вот этого соседа, к сожалению, никто в глаза не видел. Да, да. Виктор Сергеевич, можно к вам? Да, Ларис, проходите. Я с вами хотела проконсультироваться по поводу вот этого нового препарата. К нам тоже заходил фармацевт вот с этими же самыми буклетами. Вроде бы расписано все очень хорошо и средство неплохое. Но у меня все-таки есть кое-какие сангуми. Ну, вы совершенно правы, Лариса. Это действительно еще странный препарат. Во-первых, должно пройти много времени, прежде чем он будет испытан. И мы поймем, как он взаимодействует с другими медикаментами. Ну, а во-вторых, вы же понимаете, что любое новое лекарство рекламируется как панацея от всех болезней. Но это же нереально, этого просто не может быть. Понятно. Я тоже так думаю. А что это у вас за книга? Да это я, знаете ли, так, для себя не по работе. Классику перечитываю. А я очень люблю Толстого. Ну, мне ближе Достоевский. Хотя сейчас меня интересуют другие авторы. А современную литературу вы читаете? Вот, например, очень хорошая книга. Я просто зачитываюсь. Ну, это такое легкое, ни к чему не обязывающее чтиво. Я все-таки предпочитаю вдумчивую литературу. А мы тут недавно с подругой ходили в театр. Смотрели... Ой, я не помню, какой спектакль. Хорошо, ну, а режиссер кто? Да кто ж их упомнит, этих режиссеров? Знаете что, Лариса, давайте мы с вами так договоримся. Сейчас времени уже много, скоро обход начнется. Вы лучше пройдитесь по палатам, чтобы никто не разбежался. Обнесите всех градусниками. А книжечку вашу давайте мне, чтобы она вас во время работы не отвлекала. Что-то еще? Нет, нет, все. Не понимаю я хозяина этой комнаты. Что же он ее не сдаст, не продаст? Деньги все-таки. Не знаю. Может, для него это и не деньги вовсе. Ой, осторожно. А может быть, у него на нее какие-то другие планы? Да какие там планы? Можно подумать, он здесь жить соберется. Да он своей-то за границей даже такого страшного сня не увидит, чтобы люди по утрам в очередь вставали в ванную и в туалет. Ой, приветик. Это ваш сынок, да? Какой большой. Ну, что-то мы заболтались, да? Побегу, а то Светка придет, надо ужин готовить. Она уже пришла, торопитесь. Да? Ну так не более, я побежала. До свидания. Спасибо. Да. Это что было сейчас? Ну, я не знаю, но я пойду. Зашла по-соседски. По-соседски? Пап. Что? Ты бы осторожнее, да? Тетенька-то ушлая. Она сейчас быстро тебя съест. Тебе нужно быть осторожнее. Вон, как она тебя растрепала-то. Да я-то ладно, она слишком стара для меня. Слушай, а ты это не того? Ты не запал, случайно? Что ты говоришь ерунду-то? Для меня, кроме нашей мамы, никто больше не существует. Тем более, я тут на днях такой заговор раскрыл. Я тут собаку съел на этих заговорах. Это вот эта бабушка Люба, да? Вот этот вот замут весь. Ну? Папа. А? А мама? Маму, маму ты не трогай. Мама... Все, мама святая. Вообще, слушай, выбрось это из головы. Все, давай, захочем разговаривать на эту тему. Так, бог знает до чего договоримся. Сигареты мои не видела, понятно? Да, нет. Инга. Что ты здесь делаешь? Почему ты не отвечаешь на мои звонки? Ты можешь меня не дергать на работе? Мне и так уже выговор объявили. Да плевать на этот выговор. Я же понимаю, что не из-за него ты избегаешь меня. И сбрасываешь мои звонки. Просто ты слишком настойчив. Не дави на меня. Что происходит? Что происходит, в конце концов? Мне надо разобраться в самой себе. Ты мучаешь себя. Ты мучаешь меня. Зачем тебе этот Николай, если ты ничего к нему не испытываешь? Я тебя очень прошу, ты можешь уйти сейчас? Если тебя увидят, у меня будут проблемы. Я позвоню тебе потом, ладно? Я все объясню. Нет, нет, я не могу больше ждать, пока ты определишься. Если ты решил окончательно со мной порвать, говори сейчас. Виктор Сергеевич. Что такое, Лариса? Я не затем приходила, в прошлый раз. Ну, а что же вы хотели? Я хочу узнать вас поближе. Вы очень необыкновенный человек. Так, кажется, я вас понимаю. Да, вы правы, мы же не роботы. Мы не можем все время говорить только о работе. Ну, вы мне тоже интересны. Прежде всего, как человек. И потом... Конечно, мне приятно, что со мной работают такие очаровательные сотрудницы. Представляете, Мелетина Петровна, мы с вашим внуком вместе работаем. С каким еще внуком? Ну, с Максом. Я другого не знаю. Ну, он в кафе поет и играет, а я там официантка. Ха, молодежь. Ну, и работу вы себе выбираете. Ну, прямо непыльную. Ну, и что, хорошо платят? Ну, мне, честно говоря, не очень нравится, конечно, что это временная работа. Ну, платят нормально и с учебой можно совмещать. А, вот-вот. Учись, учись как следует. А Макс у вас, конечно, талантливый. Говорят, девки, там от него штабелями падают, а? Да уж, это точно. Но он не поддается. Представляете, на нас сегодня там волками смотрели, когда мы уходили. Наверное, черт знает, что подумает. Да, ты сегодня, конечно, ошарашил своих поклонниц. Надо же было сказать, живем вместе. Ты мамашу своей передай, чтобы она к отцу к моему больше не подкатывала. Ясно? Мама к твоему отцу? Ты, наверное, что-то не так понял. Вообще-то она не из таких. А из каких она? Я знаю, из каких. Ты меня услышала? Я тебя предупредил. Лариса, 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 стоп, 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 успокойтесь. Лариса, что на вас нашло? Что вы себе позволяете? Ну, вы же сами неоднократно намекали мне. Так, давайте вы сейчас застегнетесь и припойдете на свое рабочее место. Ну, зачем вы так? Я же вас люблю. Лариса. Лариса! Лариса! Я просто не могу сейчас все это разрубить. Причится просто взять и исчезнуть, чтобы не принимать никаких решений. Ну, поступай. Как считаешь нужным. Только оставайся со мной собой. Ну, как все хорошо. Ты свободный человек, а у меня семья. И дело не только в Николае. А в чем? Сын. Если бы ты видела его глаза. Он все понял, ничего не сказал. Понимаешь? Ничего. Может быть, он не видел ничего. А тебе все это померещилось. Знаешь, как изменились наши отношения? Говорит только по необходимости. Постоянно ловлю на себе его испытывающие взгляды. Если я сейчас уйду, он никогда мне этого не простит. Я его просто потеряю. Я понимаю, как тебе дорог сын. Я никогда не смогу его заменить. Я боюсь, что ты не позвонишь мне. Я боюсь оставить тебя даже на одну минуту. Ты мне тоже очень дорог. Просто помни это. Позвони мне. Я позвоню тебе. Позвони мне, слышишь? Хорошо. Только сейчас уходи, пожалуйста. Ладно? Анастасия Кирилловна, мы же договорились, что я сам буду закрывать. Я еще не закончила. Хотела остаться поработать. Я пришла забрать первые варианты. Зачем? Неуместный вопрос. Это не ваше дело. Могу сказать одно. Для опытов. Остальное вас не касается. Кстати, Андрей Петрович, ваша часть работы заключается вот в пределах этой лаборатории, не больше. Да я понимаю, но просто мы же с вами сегодня виделись. Вы ничего не сказали про образцы. Это оговорено контрактом. Форс-мажор, знаете такое? Но я же не закончил еще. Могут быть ошибки. А вы можете продолжать работу. А там требуют образцы. Хорошо. Пожалуйста. Прошу вас. Прошу вас. Нет, ты представь. Эта комната, она вообще пустая стоит. Хозяину, видите ли, деньги не нужны. Не сдает, не продает. Жиру бесится. А тебе покоя, да, не дает эта квартира? Не твое и нечего облизываться. Ты как с матерью разговариваешь. Мне просто обидно, что некоторым все, кому-то ничего. Им и не надо уже, не лезет. Так нет же. Мне бы такую квартирку. Что-то ты на чужое стала часто засматриваться. Ладно, квартиры, но ты же еще и на мужей чужих петендуешь. Что ты несешь? Ну, а кто сейчас хвостом перед нашим соседом крутил? Каким соседом? Перед Николаем. Тебе Мак что-то рассказал? Да уж, нечего сказать. Хороший мальчик. Просто Павлуша Морозов какой-то. Он мне, между прочим, не просто сказал. Он мне так сказал, что я от стыда за тебя чуть не провалилась. Что ты там опять устроила? Да он ничего и не видел. Просто напридумывал себе малыш. А ты и повелась. А я просто знаю тебя слишком хорошо. Нас и с этой квартирой скоро выкинут за такое. А мне надоело уже туда-сюда скитаться. Так, что шляемся после отбоя? Курить небось? Потерпите до утра. Порядок нужно соблюдать. А то быстро на улицу долечиваться вылетите. Ну, ты чего? Еще же не было отбоя. А мне все равно. Нечего тут шарахаться, когда люди работают. С пациентами. Ты же знаешь, у него почки больные. Идите, идите быстренько. Отлично. Может быть, сама на посту посидишь? Что случилось? Ты была права. Он меня сейчас так отчитал, что все. Больше не могу. Не понимаю, что я здесь сижу. Уже, наверное, давно уволена. Довольна? Совсем уже. Как я могу быть этим довольна? Ладно, не кипятись. Может, все еще обойдется. Да какая уже разница? Говорил тебе. Не надо было к нему лезть. Все-таки женатый человек. Только вот не надо мне твоих нравоучений. Понятно? Сама тут сейчас с кем отжигала? А? Конечно, приеду. Как я мог забыть, что завтра съемки? Я даже пораньше подъеду. Не надо пораньше. Ну, хорошо. Подъеду, как договаривались. Спасибо. До свидания. Привет. Давно не слышал твой голос. Да, сегодня меня мама сторожила. Что-то почувствовала, наверное. Никак не могла от нее отделаться. А у меня новость. У меня завтра первый съемочный день. Ты придешь? На съемки? Ну, да. Ну, я думаю, тебе это будет и очень интересно. Да и меня поддержать. Ну, не знаю. Не уверена, что меня завтра хоть куда-нибудь отпустят. Все, я не могу говорить. Игорь пришел. Удачи. Нет, я не понимаю. Вот что такого я делаю? Я просто налаживаю отношения с новыми соседями. Да ты на халат свой посмотрю. Он же не прикрывает ничего. Халат, между прочим, из натурального шелка. Ни у одной здешней курицы такого нет. И фигура у меня нормальная. Так что не стыдно показать? Да, только тебе не двадцать лет уже. Ах, все вы соплячки такие. Вам бы видеть мать старой и дряхлой. Вот тогда вы чувствуете себя достаточно взрослыми. А я молодая женщина. И нечего меня поучать. На себя лучше посмотри. Понеслась. Ходишь, как серая мышь. В каких-то джинсах, ковтюлечках непонятных. У тебя и парня-то нет, потому что привлечь не от чем. Этому, девочка моя, учиться надо. Спасибо. Без твоей науки как-нибудь обойдусь. Да? Да. Так вперед. Тут три парня. Бери, докадри. Чтоб потом прослыть шалавой. Так как же тебе хватает совести читать мне нотации? Ты же в мыслях не была. Ага, сразу притихла, я смотрю. Почему ты со мной так разговариваешь? Тебе надо успокоиться. И так уж дров наломала. Ну, честно говоришь, лишнего потом жалеть будешь. А что мне жалеть? Я зла никому не причиняю. Кстати, а твой муж знает, что ты ему изменяешь? Андрюшка! А? Ну ты где был, а? Ну я же переживаю. Ты что, мне позвонить не мог? Дай сюда. Прости, пожалуйста. Просто сегодня был мой бенефис. Я один работал за двоих. Да еще начальница. Срочно потребовала образцы. А Володя где? В отпуске. Наверное, с женой на Канару укатил. Ага. Таня, а что такое? Володя вчера вечером машина сбила. Насмерть. Здравствуй, Оля. А я к тебе. Ко мне? Угу. А вы кто? Я? Жена Ленина. Алло. Николай? Да, я вас слушаю. Ваша жена вам изменяет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...